Теперь считайте сверху, я родился и даже... Православный миссионер, проповедник, исповедник, церковный писатель, поэт, мотивационный, оратор, блогер, советский... Диссидент. ...староста, чтец, православный... Ну понятно, там еще много найдете. Я начальник детского лагеря, сам основал его, 45 лет директором, тысячи детей без помощи государства подняли. Вот, моя фотография, похожа на меня? Похожа на меня? Ну, конечно. Так вот теперь, если вы скайп установите, слушайте внимательно, потом досчитайте, потом. Когда вы установите скайп, и в скайпе зарядите Игнатий Лапкин, вы выйдете на меня, звонок будет. В течение трех минут я скину вам все сокровища свои. У меня три канала только. 38 томов книг, государственный фильм, это все отдаю даром. И там потом будем беседовать. Вы сами написали? Да, я как писатель. 38 томов книг за 8,5 лет. Да, я написал 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. Каждая книга 752 страницы. Ничего себе. Это не выдумка, это конкретная проповедь, стихотворение. У меня четыре тома стихотворения, каждый том 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек. Эпиграф из Библии. Эпиграф из Библии. Вы человек-легенда. Ну, так и называют. Ну, я таким не считаю себя. Я для Бога это все делаю. Я для Бога это все делаю. Вот если вы скайп установите, скайп, и дадите звонок. Все, я вам сразу скидываю. И там мы уже друг друга не потеряем. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. А в рулетке вторая встреча не предусмотрена. Ну да, а как вам написать? Скайп, откройте два слова Игнатия Лапкин, скайп. Откройте скайп сначала. Скайп, школьники устанавливают за пять минут. А-то там не надо ни регистрации, ничего. Скайп, Игнатия Лапкин. Или сразу звонок дадите. И что вы пишете о своих книгах? Так, ну, найдете, потом я вам скажу. У меня три канала в Ютубе. И в одном канале только 23 тысячи своих роликов. 23 тысячи своих роликов. И 81 миллион просмотров. И 81 миллион просмотров. Хорошо. Да. А мы случайно не попадем туда? Куда что? Куда что? В интернет случайно не попадем? Ну вот, ну, и все, и все слышу. Дело в том, что у нас была миссионерская поездка. Мы подарили мои книги, полный комплект 750 евро. Подарили в 650 библиотек. Мы прошли и Барнаул, мы живем в Алтайский край. Дошли до Тихого океана, Владивосток. Потом дошли до Португалии, Скандинавии при Балтике. В Скандинавии, в Швеции. Вот где вы находитесь. У нас машина сломалась. И там нас эвакуатор довез до порта. Какой порт у вас? И мы оттуда попали в Латвию, в Литву. Какой-то порт такой, Руэс, что-то там такое. Вот так. Так что Швецию мы знаем, мы там сидели. Что вы сейчас в Швеции делаете? Давайте по скайпу, если загдете, Игнатий Латвич, мы уже друг друга не потеряем никогда. Игнатий Латвич, в Скайпе. И сразу звонок, там видно звонок. Дадите звонок, и я вам все сразу скидываю. И там мы можем встречаться хоть каждый день. Я отвечаю на все вопросы. Вы можете приходить с друзьями, с родными и задавать любой вопрос. Сейчас, мы скачали уже. Так. Молодцы, ребята, быстро вы это сделали. Молодцы, ребята, быстро вы это сделали. Поехали. А в Википедию потом до конца досчитали. В Википедию потом до конца досчитали. Так, что там? Так, что там? Скайп. Его скайп прямо... Только произнеси Алиса. Мне надо скайп. Она сама тебе выскочит. Она сама тебе выскочит. А там выйдет, да, вы выйдете или как там, номер или как... В скайпе, там только Игнатий Лапкин напишите, и там звонок. Ну, там бывает Игнатий 10 по-латыни, это тоже я. По-латыни, это тоже я. Угу. Ну, сколько-то? Давайте звонок. И сейчас сразу все получите. Только когда позвоните, и из рулетки надо выйти. Потому что два канала система не может взять. Система не может взять. Сейчас. Вот украл. Так ты саргистрируешься уже давно. Дело на номере не получается. Как молодцы, ребята. Смотри, уже сразу устанавливаются. Смотри, уже сразу устанавливаются. Это большое дело. Дед, вы хоть нас никуда не выкладывайте, пожалуйста. Да вы еще какие... Безусы или что-то выкладывать вас. Мы говорим, если даже с людьми мы говорим, мы говорим о хорошем. А эта система нас фиксирует без нас. Вот идешь по улице, и везде глазок за тобой наблюдает. И все нас записывает. И все нас записывает. И все нас записывает. А давайте мы сейчас скачаем, установим сами все. Все, и позвоните. Пока-то сейчас вопросов срочных у вас нет вопросов. Срочных у вас нет вопросов. А какой вопрос можно вам взять? Любой. Любой, что вас интересует. Любой. Политика, экономика, социология, работа, любовь, семья, жена, католиций. Вера, любой вопрос. Вера, любой вопрос. Любой вопрос, да? Любой. У нас такой шанс упал. Любой. Дай любой вопрос. Вот как бы... Я даю ответственность тебе. Вот, давайте вопросом. Вот как бы ему сейчас 17 лет на данный момент. И он хочет заобщаться с девочкой. Пожалуйста, пожалуйста. У нас содружество такое. Вы когда увидите наших девушек, вы схватите за голову. Скажите, неужели такие люди остались? Как они у нас одеты? Нет, просто... Вот он бывает тысячи им, да? А они как бы ему не отвечают. Это у нас только не для плохого дела. Для семьи. У нас люди очень серьёзные. Конечно. Очень серьёзные. Это всё вы увидите. Это всё вы увидите. И дети. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Ну вот, например, что ему надо делать? Скажите, пожалуйста. Открыть первое. Открыть скайп. И на меня выйти. И дальше я все данные даю. И он там познакомится в один день. Он познакомится в один день. В скайпе. В скайпе. Вот мы молимся каждые два часа. Каждые два часа. И до звон идёт. И вы уже будете слышать. Если свободен, можешь сразу пристать. Там написано, кому написать, чтобы открыли. Какие правила у нас. Какие правила у нас. А вы с Барнаула сами, да? Да, я сейчас в Барнауле. Но мы строим деревню православную. Я на лето уезжаю туда. Четыре месяца там. Одна деревня такая, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного аборта, ни одного развода нет. А это деревня Дивеева называется, да, деда? Что называется? Это деревня Дивеева называется? Нет, деревня у нас называется Потеряевка. По первому поселенцу. По первому поселенцу. Там всё узнаете сразу. В Википедии будете сейчас до конца считать потом. И вы там прочитаете. Вот там написано, советский диссидент. А что такое диссидент-то? Вы, наверное, не слыхали. Это означает, что я не угоден был советской власти, которая меня мучила. 26 лет. У меня огромный опыт жизни. Я знаю, как с кем разговаривать. Жизни. У нас тут крещение. Брат у меня священник. Вот бывают люди обращаются. К нам приезжали. Представьте, где с Алтайский край. Приезжают с Ливана, с Италии, Германии, Франции, чтобы принять крещение правильно. У нас всё без денег делается. Ни за что деньги не берутся. С тарелкой по храму не ходят. Ни за что деньги не берутся. Десятина включает, всё она покрывает. Десятина включает, всё она покрывает. Правильно. Ну что, жду в гости, давайте. Если вопросов нет, я отхожу. Если вопросов нет, я отхожу. Хорошо? Хорошо, ладно. Давайте, с Богом. Ну я жду в Скайше. Давайте. Продолжение следует...